здравствуйте ребята сегодняшняя наша тема слитное и раздельное написание предлогов приступаем ребята выполнив ряд упражнений мы с вами поймем какие предлоги мы пишем раздельно а какие слитно конечно же вы поняли что речь идет о производных предлогах вспоминаем что же такое производные предлоги это те которые имеют амонимичные пары в самостоятельных частях речи в данном задании мы должны выписать номера предложений с производным предлогом приступаем договорившись насчет завтрашнего дня они попрощались смотрим насчет завтрашнего дня в данном случае насчет равен о предлогу о завтрашнем дне следовательно конечно же это производный предлог и пишется слитно это наше предложение с производным предлогом вместо меня на семинар отправился мой коллега на семинар отправился мой коллега вместо кого вместо меня конечно же в данном случае это тоже производный предлог и пишется слитно ребят надеюсь вы помните как мы определяем предлог ли это либо какая-то самостоятельная часть речи если мы к этому слову не можем задать отдельный вопрос то конечно же это уже предлог то есть в данном случае мы задаем вопрос к сочетанию слов вместо меня и конечно же это грамматическая форма так и в первом предложении насчет завтрашнего дня то есть к одному слову на счет мы вопроса не задаем айтам купили браслет наподобие моего айтам купили браслет какой наподобие чего наподобие моего конечно же это у нас снова же производный предлог рашид часто отправлялся в место очень опасное рашид часто отправлялся куда вместо в данном случае конечно же это нас существительное и вы конечно же предлог непроизводный следовательно данное предложение не с производным предлогом занятие отменили в виду плохой погоды виду мы можем заменить из-за плохой погоды следовательно конечно же это производный предлог и пишется слитно Мы шли навстречу с одноклассниками. Мы шли куда? Навстречу. Навстречу с кем? С одноклассниками. В данном случае снова же это у нас существительная встреча на, конечно же, предлог. Следовательно, данное предложение не с производным предлогом. Самир живет напротив меня. Самир живет где? Напротив меня. В данном случае, напротив, это производный предлог. И, конечно же, пишется слитно. Выбираем данное предложение. В данном задании мы должны, конечно же, ставить пропущенные буквы и запятые и объяснить правописание предлогов. Нужно будет указать, к какой части речи относятся выделенные слова. Приступаем. В заключении капитан заболел гриппом, не отступавшим в течение недели. Капитан заболел гриппом когда? В заключении. В данном случае, конечно же, это у нас существительное. На конце и. Почему? Потому что это у нас предложенный падеж. И заболел гриппом. Каким? Не отступавшим в течение недели. Это у нас причастный оборот, поэтому ставим запятую. И в течение недели, конечно же, это предлог временной, производный. И на конце, конечно же, пишется буква Е. Мысли, тревожившие меня, не давали уснуть, несмотря на усталость. Смотрим. Мысли, какие тревожившие меня. Следовательно, мысли. Какие тревожившие меня. Это у нас причастный оборот. Поэтому выделяем с обеих сторон запятыми. Не давали. Не с глаголами всегда пишутся раздельно. Уснуть. Не давали уснуть. Ставим запятую. Почему? Мы это пройдем, конечно же, в восьмом классе. Но если у нас предлоги, несмотря на, невзирая на, они всегда обособляются. Несмотря на усталость. Конечно же, несмотря, в данном случае, это у нас предлог уступительный. Несмотря на усталость. И, конечно же, отделяется от другой части запятой. И пишется слитно. Мне было двадцать пять лет. Когда? Когда я начинал писать что-то вроде воспоминаний. Мы ставим запятую почему? Потому что здесь есть когда. Следовательно, это подчинительная связь. Поэтому мы ставим запятую. Начинал. Здесь, конечно же, и. Писать что-то вроде чего? Вроде, конечно же, является предлогом. Конечно же, производным. Пишется слитно. Воспоминаний. Здесь вставляем букву И. Имей в виду. Мы должны знать, что имей в виду. Это у нас устойчивое сочетание. И, конечно же, в данном случае пишется раздельно. Насчет перенесенной болезни с ней не говори. Смотрим. Насчет. Раз это у нас предлог. Конечно же, пишется слитно. Перенесенной. Здесь, конечно же, у нас удвоенная Н. Болезни. Конечно же, вставляем букву О. С ней. С ней мы пишем раздельно. Почему? Потому что это предлог. А предлог с местоимением пишется, конечно же, раздельно. И вообще предлоги всегда пишутся раздельно. Не говори. Пишем раздельно. Потому что «не» с глаголами пишется всегда раздельно. Конечно же, за исключением тех случаев, когда без ней не употребляются. Не говори. По мере надобности он подливал воду в кастрюлю. Смотрим. По мере надобности. Это у нас предлог. Пишется раздельно. Он подливал. Лить. Вставляем букву И. Воду в кастрюлю. Вставляем букву А. Несмотря в блокнот, он точно набрал номер. В данном случае «несмотря» является депричастием. И поэтому пишется, конечно же, раздельно. Так как мы знаем, что «не» пишется раздельно как с глаголами, так и с депричастием. Несмотря в блокнот. Запятая обязательно. Почему? Потому что это у нас депричастный оборот. Он точно набрал номер. В связи с аварией проезд закрыт. В связи с аварией. Это, конечно же, у нас предлог. Но пишется, конечно же, раздельно. Это производный предлог. В связи с аварией проезд закрыт. На встречу с главой администрации попасть хотели все. Смотрим. Все хотели попасть куда? На встречу. Конечно же, мы пишем здесь раздельно. Почему? Потому что это у нас является существительным с предлогом. Администрации. На конце «и», «и». Но помните, что это не окончание. Окончание лишь последнее гласное «и». Попасть хотели все. Пишем раздельно. Еще раз напоминаю, что встречу здесь, конечно же, существительное. Ввиду скорого окончания плавания команда повеселела. Ввиду, то есть из-за. Это, конечно же, у нас производный предлог. Пишется слитно. Повеселела, весела. Вставляем букву «е». Пловец легко плыл, удачно попав в течение реки. Смотрим. Здесь у нас в течение, конечно же, является существительным с предлогом. Здесь у нас непроизводный, простой предлог. Но смотрим, удачно попав во что. Это у нас, конечно же, винительный падеж, поэтому на конце будем писать, конечно же, «е». Но это снова же существительное, потому что дает нам лексическое значение. Несмотря на усталость, девушка с удовольствием прошлась по льду. Несмотря на усталость, конечно же, здесь у нас предлог. Пишется слитно. И мы должны знать, что несмотря, конечно же, это у нас производный предлог. Пожар, возникший вследствие неосторожного обращения с огнем, уничтожил сад. Пожар какой? Пожар какой? Возникший вследствие, в данном случае, конечно же, это у нас предлог, пишется слитно. Неосторожного обращения с огнем, здесь конец причастного оборота. Неосторожного пишется, конечно же, слитно. Вследствие неосторожного обращения с огнем, конец причастного оборота. Уничтожил сад. Конечно же, вставляем букву «и». Впоследствии рядом со станцией построили железнодорожный мост. Впоследствии когда? Впоследствии. Конечно же, это у нас наречие, пишется слитно. Рядом со станцией вставляем букву «и». Построили снова же букву «и». Железнодорожный мост пишен слитно, потому что мы можем образовать словосочетание «железная дорога». В данном задании мы должны указать, в каком ряду оба выделенных слова пишутся слитно. Облако наподобие бегемота, то есть что-то вроде бегемота, конечно же, пишется слитно. Вернулся к проблеме в продолжении повести. В данном случае пишется раздельно, где, в чем, в продолжении. Это у нас существительное с предлогом пишется раздельно. Добежал, несмотря на травму, несмотря на, конечно же, несмотря, это у нас предлог, пишется слитно. Выяснить насчет зарплаты, то есть о зарплате, конечно же, это предлог и пишется слитно. Следовательно, здесь у нас оба слова пишутся слитно. Опоздали ввиду задержки транспорта, то есть из-за, конечно же, пишется слитно. В следствии по гражданскому делу, в данном случае здесь у нас существительное, с предлогом пишется раздельно. В следствии болезни отстал, конечно же, это у нас предлог, на конце «е» и пишется слитно. И решал задачу в течение часа, конечно же, это у нас предлог и пишется, конечно же, раздельно. Ребята, это наше последнее задание. И это задание называется «Я-корректор», то есть тот, который исправляет ошибки. Мы должны указать предложение с орфографической ошибкой. Насчет фонда мира ежегодно переводится «большая сумма денег». «Большая сумма денег» переводится куда? «Насчет». Конечно же, данное слово – это у нас существительное, с предлогом, которое пишется раздельно. Здесь все верно. Ввиду большой потери крови лейтенант очень ослаб. Из-за потери, следовательно, снова же предлог и правильно должно писаться слитно. По мере надобности он добавлял в бак бензин. По мере надобности – это у нас снова же предлог и, конечно же, пишется раздельно. Здесь все верно. Дети радостно выбежали навстречу учителю. В данном случае, конечно же, нужно писать это слово слитно. И мы нашли предложение, где есть орфографическая ошибка. Ребята, выполняя задание, будьте очень внимательны, потому что мы должны знать, что производные предлоги могут писаться как слитно и раздельно. Иногда написание слова будет зависеть от того, какой частью речи является данное слово. Если это самостоятельная часть речи, будет одно написание. Если служебное, то есть если будет предлогом, конечно же, другое написание. Повторяйте правила, выполняйте задания, проверяйте свои знания. Берегите себя и свою семью. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте, дорогие семиклассники. Ребята, на сегодняшнем уроке мы с вами продолжаем изучать формулы сокращенного умножения. А именно, сегодня мы изучаем разность квадратов двух выражений, а также куб суммы и куб разности двух выражений. Ребята, на прошлом уроке мы с вами изучили квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Давайте вспомним, чему равнялся квадрат суммы двух выражений. Внимание на доску. Квадрат суммы двух выражений равняется квадрату первого выражения плюс удвоенное произведение первого выражения на второе плюс квадрат второго выражения. А разность квадратов двух выражений равняется квадрату первого выражения минус удвоенное произведение первого выражения на второе и плюс квадрат последнего выражения. Чему же равна разность квадратов двух выражений? Ребята, внимание на доску. Давайте найдем, чему равно произведение разности двух выражений на сумму этих же выражений. Если, ребятки, мы перемножим многочлен на многочлен, то что мы наблюдаем? Это у нас равняется а2 плюс аb минус аb минус b2. Аb и минус аb противоположные величины, поэтому они в сумме дадут нам 0. Итого наше выражение равняется а2 минус b2. Ребятки, то есть мы с вами делаем вывод, что произведение разности двух выражений на сумму этих же выражений равно разности квадратов этих двух выражений. Иначе, ребята, мы можем сказать, разность квадратов двух выражений равно произведению разности этих выражений на их сумму. То есть а2 минус b2 равняется произведению а минус b на а плюс b. А теперь, ребятки, рассмотрим примеры. m2 минус n2. Левая часть представляет собой разность квадратов двух выражений. Это равняется произведению выражений m минус n на m плюс n. Рассмотрим еще один пример. x квадрат минус 6 квадрат равняется разность квадратов двух выражений, ребятки, равно произведению разности этих выражений на сумму этих же выражений. То есть x минус 6 умноженное на x плюс 6. А теперь, ребятки, выполним упражнение номер 3 на странице 125. Внимание на доску. Чему равно произведение а минус 3 на а плюс 3? Как вы видите, ребята, данное произведение представляет собой разность двух выражений на сумму этих же выражений. Это равняется квадрат первого выражения минус квадрат второго выражения, то есть а квадрат минус 3 квадрат, а это равняется а квадрат минус 9. Следующий пример, ребята, n минус 3m, умноженное на n плюс 3m. Опять-таки, данное произведение представляет собой разность двух выражений на сумму этих же выражений. А как мы знаем, это равняется разности квадратов двух выражений, то есть n квадрат минус 9m квадрат. А теперь, ребята, рассмотрим третий пример данного задания. Произведение 7 плюс у на 4у минус 7. Здесь, ребятки, целесообразнее было бы поменять местами слагаемые в первой скобке. То есть 7 плюс 4у записать как 4у плюс 7 умноженное на 4у минус 7. Мы с вами получили произведение разности двух выражений на сумму этих же выражений. А это, как вы знаете, равняется разности квадратов этих выражений. То есть 4у в квадрате минус 7 в квадрате, а это равняется 16у в квадрате минус 49. А теперь, ребята, выполним задание номер 15 на странице 127. 36а квадрат минус b квадрат равняется. Ребятки, давайте представим данный пример в виде разности квадратов двух выражений. 36а квадрат мы можем записать как 6а все в квадрате минус b в квадрате. А как вы знаете, разность квадратов двух выражений равно произведению разности этих выражений на сумму этих же выражений. То есть мы можем это записать как произведение 6а минус b на 6а плюс b. Рассмотрим следующий пункт данного задания. 16m2 минус 9n2 равняется. Представим, ребята, эту разность как разность квадратов двух выражений. 16m2 мы с вами можем записать как 4m все в квадрате минус 9n2 мы с вами можем записать как 3n все в квадрате. Мы получили разных квадратов двух выражений, ребята, а это у нас равно произведению разности этих выражений на сумму. То есть 4m минус 3n умноженное на 4m плюс 3n. Следующий пример, ребята, k квадрат минус а квадрат b квадрат. Это также представляет собой разность квадратов двух выражений, и мы можем это записать как произведение k минус ab на k плюс ab. Рассмотрим следующий пункт данного задания. Минус x квадрат плюс 25n квадрат равняется. Данные, ребята, сумму можно записать как 25n квадрат минус x квадрат. То есть мы с вами получили разность квадратов двух выражений. Давайте запишем это как 5n все в квадрате минус x квадрат. Получаем произведение разности этих выражений на сумму этих же выражений, то есть 5n минус x умноженное на 5n плюс x. А теперь, ребятки, рассмотрим куб суммы двух выражений. Что такое куб суммы двух выражений, ребята? a плюс b все в кубе, это можно назвать кубом суммы двух выражений. Куб суммы двух выражений равняется квадрат суммы этих выражений, умноженное на эту же сумму. В данном случае, ребята, a плюс b в квадрате умножить на a плюс b. То есть чему равняется a плюс b в квадрате, то есть квадрат суммы двух выражений мы с вами уже знаем с прошлого урока. Это равняется квадрату первого выражения плюс удвоенное произведение первого выражения на второе и плюс квадрат последнего выражения. И все это умножается на a плюс b. Перемножим данные многочлены по правилу умножения многочлена на многочлен а квадрат умножается на а получается а куб а квадрат умножается на b получается а квадрат b 2а b умножается на а получается 2а квадрат b 2а b умножается на b получается 2а b квадрат далее b квадрат умножаем на а получаем а b квадрат и b квадрат умножаем на b получаем b куб это равняется упростим ребятки данное выражение что мы получаем а квадрат b плюс 2AB2 – это подобные слагаемые в сумме, они нам дадут 3А2B. 2AB2 плюс AB2 нам дадут в сумме 3AB2 и плюс B3. Отсюда, ребятки, мы с вами можем сделать вывод, что куб суммы двух выражений равен кубу первого выражения плюс утроенное произведение квадрата первого выражения на второе плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго и плюс куб последнего выражения. А теперь рассмотрим, ребятки, примеры. m плюс 2 в кубе равняется, куб суммы двух выражений, как мы с вами уже сказали, равняется куб первого выражения, то есть m в кубе, плюс утроенное произведение квадрата первого выражения на второе, то есть 3m квадрат, умноженное на 2, плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго, то есть 3m, умноженное на 2 в квадрате, и плюс куб последнего выражения, то есть 2 в кубе. Это равняется m в кубе плюс, перемножим этот одна члена, ребята, получаем 6m в квадрат, плюс 12m и плюс 8. Аналогично мы с вами можем доказать, куб разности двух выражений равно чему? Внимание на доску. Куб разности двух выражений, ребятки, равен кубу первого выражения минус утроенное произведение квадрата первого выражения на второе плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго и минус куб последнего выражения. Чтобы вы не путались, ребята, обратите внимание, здесь при нахождении куба разности двух выражений у нас знаки чередуются. Плюс, минус, плюс, минус. А теперь, ребятки, выполним на странице 130 задание номер 3. Внимание на доску. 5a минус 2b в кубе. Данное выражение представляет собой куб разности двух выражений. Вычислим данный пример по формуле, ребята. Куб разности двух выражений равняется кубу первого выражения, то есть 5а в кубе, минус утроенное произведение квадрата первого выражения на второе, то есть 3 умноженное на 5а квадрат, умноженное на 2b, плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго, то есть 3 умноженное на 5а, умноженное на 2b квадрат, и минус куб последнего выражения, то есть 2b все в кубе. Это равняется, ребятки, 5а в кубе нам даст 125а куб. Данное произведение, если мы посчитаем, получим минус 150а квадрат, плюс данное произведение у нас даст 60а b квадрат и минус 8b куб. А теперь, ребята, подведем итог нашего урока. Разность квадратов двух выражений равна произведению разности этих выражений на сумму этих же выражений. Куб суммы двух выражений равняется кубу первого выражения плюс утроенное произведение квадрата первого выражения на второе плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго и куб последнего выражения. Также куб разности двух выражений равняется кубу первого выражения минус утроенное произведение квадрата первого выражения на второе плюс утроенное произведение первого выражения на квадрат второго и минус куб последнего выражения. На этом, ребятки, наш урок подошел к концу. Спасибо всем за внимание. Не забывайте выучить данные формулы. Увидимся на следующем уроке. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами поговорим о такой важнейшей теме, как условия плавания тел. Мы с вами знаем, что мы живем в воздушном океане, то есть вокруг нас, окружает нас наша атмосфера. Воздушная оболочка земли. И вот условия, при котором тела могут подняться и совершать перемещение в воздухе, называется воздухоплаванием. То же самое можно сказать и водоплавание. То есть мы с вами будем учиться рассчитывать силу, которая выталкивает тела из поверхности воды, то есть дает возможность им плавать. Вот у меня здесь на столе различные предметы. То есть предметы изготовлены из различного материала. Значит, у меня здесь имеется дерево, у меня имеется пластик, у меня имеется легкий металл алюминий со парафином, а также тяжелые предметы, такие как железо, алюминий. Они все являются предметами. Так вот, давайте посмотрим, как они ведут себя в отношении поверхности воды. Вот шарик находится на поверхности воды. Далее свечка тоже находится на поверхности воды. Они не тонут. Обратите внимание, что произойдет с данным телом, если я его опущу. Оно сразу идет на дно. То есть, можно говорить обыденным языком, оно тонет. Как вы думаете, чем вызвано такое поведение данного предмета? Мы в быту говорим, что оно тяжелее воды. Тяжелее – это означает, что его вес намного больше веса воды. То есть, говоря о весе, мы плавно переходим к массе. Мы с вами знаем, что масса у нас равна произведению плотности на объем. Два тела, имеющие одинаковый объем, но разную плотность, будут по-разному себя вести на поверхности воды. Кто-то будет находиться на поверхности, кто-то будет уходить ко дну. Так вот, тема этого урока – как же научиться правильно использовать Архимедову силу? Мы с вами знаем, что закон Архимеда гласит, на все тела, погруженные в жидкость или газ, со стороны жидкости или газа действует выталкивающая сила. Математическая запись ее равна. F Архимеда равна. Ро – жидкости. G – ускорение свободного падения. И V – погруженные части тела. Обратите внимание, что не все тела одинаково себя ведут на поверхности воды. Например, у нас в Азербайджане растет очень уникальное дерево. Мы его называем железным деревом. Мы только что наблюдали, что деревянный кубик, он не тонет, он находится на поверхности воды. Так вот, данное дерево, оно тонет в воде. Почему? Потому что его плотность больше плотности воды. Давайте перейдем к доске и посмотрим математическую и физическую форму записи данных условий. Вот у меня схематически изображены те опыты, которые я сейчас для вас продемонстрировала. В первом случае, когда у меня тело утонуло, здесь Архимедова сила намного меньше силы тяжести, веса тела. Далее, здесь сила Архимеда равна силе тяжести. Если я приравниваю данные силы, я использую следующую формулу. Я беру массу тела, умноженную на g, то есть сила тяжести, умножить больше, чем ρgv. Произведя математические действия, мы приходим к тому, что здесь плотность тела больше плотности жидкости. То есть в этом случае тело будет тонуть. Как я и говорила сейчас о железном дереве. Потому что плотность данного дерева больше плотности воды. Поэтому он не плавает на поверхности, а тонет. Второй случай, когда у нас тело плавает в воде. Плавая в воде, это означает, что сила тяжести и Архимедовая сила, они между собой равны. То есть mg равно ρgv. Делать те же математические действия я получаю, что плотность тела равна плотности жидкости. Обратите внимание на третий случай. Когда у меня сила тяжести меньше Архимедовой силы. То есть я получаю, что плотность тела меньше плотности жидкости. Оно находится на поверхности воды. Водоизмещение. Мы с вами до сих пор интересовались только этими законами. А ведь человечество научилось применять эти законы и строить определенные движущиеся предметы, то есть корабли, которые на воде стабильно могут проходить определенные расстояния. Вот каждый корабль имеет свое водоизмещение. Она является водоизмещаемой конструкцией. Так вот, линия, на которой корабль чувствует себя уверенно, то есть стабильно, называется ватерлинией. Ватерлиния – это линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом корабля. Если происходит какой-то форс-мажор, происходит какое-то неустойчивое, нестабильное состояние, ватерлинии или выше, или ниже, это может привести к тому, что корабль может перевернуться и произойдет катастрофа. Так вот, у нас дается задача. Обратите внимание, какого плана у нас дается задача. Задача дается, что какой-то определенный столб воды создает давление 20 кПа. Такое же давление создаст ртуть на этой высоте, то есть надо найти высоту столба ртути. Подставляя формулу, что P1 равно ρ1gh, аналогично ей P2ρ2gh, я из первой формулы нахожу высоту столба воды. И подставляя, не будем вычислять отдельно, мы сразу сделаем задачу на одну формулу, то есть выведем одну основную формулу. Значит, высота столба воды будет равна P1 делить ρ1gh. Подставляя это во вторую формулу, произведя определенные сокращения, я нахожу, что у меня P2 равно ρ2ghP1 делить ρ1gh. Естественно, g мы здесь сокращаем, и мы получаем, произведя математические действия, и мы получаем, что та же высота столба, которая производила 20 кПа, у ртути уже производят 260 кПа. Это говорит о том, что плотность ртути равна 13600. Значит, она почти, посмотрите, 1000 вода, 136 раз больше плотности воды. Поэтому это и влияет на образование большого давления. Давайте сделаем еще одну задачу. Задача заключается в том, что железный брусок, опускаясь в воду, он уменьшается в своем весе. Значит, если у нас просят найти вес железного бруска в воде, подставляем данную формулу, берем разность плотностей железа и воды и находим, что его вес будет равен 68 кН. А если он находился бы просто на поверхности, то был бы на порядок больше его вес. Теперь просят нас найти архимедовую силу. Архимедовая сила тела, объем которого 0,4 кубических метра, находится он в воде. Естественно, что со стороны воды его выталкивает сила, которую мы знаем как архимедовую силу. Произведя математические действия, перемножив данные величины, мы получаем, что на данный брусок действует сила, выталкивающая сила со стороны воды, 4 кН. Откуда мы можем говорить, что это вода? Мы наблюдаем за плотностью. Мы с вами знаем, что плотность воды равна 1000 кг на кубический метр. Это единственная жидкость, массу которой мы можем приравнивать к объему. Например, говоря при решении задач, если у нас дается 1 литр воды, мы спокойно можем взять как 1 кг. Почему? Потому что, переходя от литров к кубическим метрам, там 1 тысячная. Учитывая, что плотность воды 1000, 0,1 умножить на 1000 даст нам единицу только для воды. Потому что у других элементов, химических элементов, плотность другая у других веществ. Так вот, мы сегодня с вами познакомились с очень важной темой, которая называется условия плавания тел. Эти условия соблюдаются не только, когда тело находится на поверхности воды, а также, если оно находится в воздухе. При помощи данной выталкивающей силы человечество научилось создавать летательные аппараты, такие как самолеты, дирижабли в свое время, они использовались для изучения температуры. Также шары, которые летают на поверхности Земли и всевозможные летательные аппараты. Эта тема у вас очень хорошо отражена в ваших учебниках. В конце учебника у вас даются определенные задания, выполнить которых надо в письменном виде. Тем самым вы закрепите свои знания. На сегодня все, дорогие мои. Успехов вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok